и снова всем привет на канале Олег Нестер в Брест все уже соскучились по передачам да, дядя Олежа не было 4 дня, но скоро мы это все восстановим и процесс пойдет дальше сегодня у дяди Олежи будет ПХД, паркохозяйственный день но какую-то тему я все-таки дам, которая не требует каких-то практических занятий то есть именно показать что-то, да, ну и сегодня такая у меня новость пришла снова по ссылочкам дядя Олежа снова весь в посылочках, вот как видно, мы приедем в гараж, откроем дядя Олежа уже помнился и мы сегодня посмотрим, что же там в этой посылочке посылочки вообще две ну и какую-то тему попробую дать, не знаю еще какую ну а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения с утра, как всегда, анекдот по статистике 49% несчастных случаев происходят именно после слов смотри как я могу ну а остальные 51% происходят после слов да ну все это херня, смотри как надо первая посылочка у нас из города Тверь а посылочка у нас от Шарапова Нет, дядя Алёша, не погнал. Это не Володя Шарапов, тот, что с Глебом жил. Это мой подписчик и друг Сергей Шарапов. Живет он в городе Твей. Недавно он был у меня в гостях со своей женой. Привет вам, ребята. Посылочку получим и посмотрим, что же тут такое. На самом деле дядя Алёша уже догадывается. Это год детка просто проложила, да? Так, что-то в антидепрессантном пакетике. Значит, надо открывать аккуратно. Ага, ну тут понятно. Здесь магнитик города Тверь. Чем легендарен этот город? Ну, кроме всего своего, да? У него много легендарных. А это то, что в этом городе жил Михаил Круг, которого я очень уважаю. И смотрим дальше. Сергей, что-то тут много всего. Ну, тут кучка всяких приспособлений. От фирмы Форс также. Очень хороший металл. Как все поняли, это для снятия панели и всяких заклёпочек. То есть под разную форму. Когда разбираешь дверки, очень часто сталкиваешься с такой проблемой. Серёга, я понял намёк. Вот такая вот отверточка с очень мелкими для ремонта видеокамеры и всяких мелких принадлежностей. Очень интересные насадки там. Что-то я даже не знаю, куда такие. Спасибо, Сергей. И вот такие вот плоскогубцы. Очень удобные. Тоже от фирмы... Сейчас почитаем. Матрикс. Очень интересный наборчик. Сергей, спасибо. Очень тебе признателен. Приезжай ещё в гости с женой. Благодарю. Ещё одна есть у меня посылочка. Ну, эту посылочку, скорее всего, тебя даже знает. Уже так заказал для интереса вообще. Просто дойдёт, не дойдёт. Но посылочка пришла на второй день сразу почему-то. Что-то, ребята, не затягивали. Вот в такой коробочке. Кто-то гадает, что это такое. Это часики. Вот такие вот часики. Не знаю, тут всю их кухню. Только коробочка интересная, железная. Вот так вот выглядят часики. Ну, ремешок такой неплохой. Так, где у них вверх, где вниз? Ну, и тут разные данные на часиках. Ну, ещё раз. Вот так вот они выглядят. Всякие там хронометры. Хронометры. Подсветочки. Всякие там. Короче, хрень. Всякие ненужные полно. Да, дядя Олежа, главное, часы. Это потом будем разбираться. Ну, а сегодня, ну, во-первых, мы немножко поменяем план за дядя Олежа. Да, дядя Олежа сел в камеру, потому что та стеночка не покрашена. Всё просит её покрасить. Ну, я думаю, это не суть важного. У нас идёт ремонт. Первую тему, которую я хотел бы коснуться, это вопросы, наиболее часто задаваемые, да? Это такой вопрос, как люди используют алкидные краски, да? И у них не получается их пополировать. Дело даже не в том, что они не полируются, да? Вот недавно у меня писал человек, он сказал, что перекрасилась баллончик алкидной краской. Ничего тут стрёмного нету. Баллончиком можно покрасить не хуже. Под описанием видео, если я не забуду, в описании видео будет ссылочка, как можно покрасить из баллончика. То есть, дядя Олежа там красил в металлик. Металлик тоже не сильно простой. И покрывал лаком тоже из баллончика. То есть, какие-то небольшие работы из баллончика можно провести, да? Но большие какие-то поверхности, это мало того, что очень сложно. Это нужно иметь набитую руку. Баллончиком красить намного сложнее, чем пистолетом. Но всё-таки это возможно. Какие трудности при работе с баллончиком, это тоже будет в том видео. Смотрите, в описании этого видео будет ссылочка. Ну, дело не в том, что... Вот, и человек говорит, у нас есть краска в номер, вроде бы она как бы подходит, но... не могут её сполировать. Краска не приобретает нужного цвета. Алкидные краски уже, как бы, ну, можно сказать, уже отжили своё, да? И... Как я знаю, они не полируются. Да, они немножко приводятся... То есть, можно убрать пылинки, можно дать какой-то немножко цвет, но... Ну, у них нету такого блеска, как на акриловых красках. У него получается... То есть, она получается мутная. То есть, такого зеркального блеска вы с ней не добьётесь. Тем и плохие эти краски. Во-первых, они сохнут дольше. А если краска сохнет дольше, это... за долгий период успевает много собраться пыли, да? Если у вас там гараж не очень сильно подготовлен. Такие краски красят. При хорошо подготовленном месте для покраски, то бишь, гаража это или камера, неважно, да? В гараже тоже можно хорошо... Гараж можно хорошо подготовить к покраске. Если вы работаете в гараже с водой, а не на сухую, да? Значит, у вас не так много пыли собирается в каких-то пазухах в гараже. А почему я не ошибся, что в гараже можно покрасить лучше, чем в камере? Нет. Даже вот могу обосновать это. В гараже, когда вы красите, да? У вас нету никакой циркуляции воздуха. А то есть вы не гоняете пыль. Единственная циркуляция вашего воздуха это от вашего пистолета. Но она не так велика. Зина там тоже на заднем плане слушает. Недавно Зина принимала гостей. Здесь у нас был небольшой мастер-класс на слете, да? И всеобщий ремонт. Об этом вы тоже можете в последних добавленных посмотреть. Где-то есть. Так, на чем же я остановился? Если вы хорошо увлажните гараж, да? Вот я это показываю часто, как я из бараночного пистолета обдуваю стену. Зальете хорошо пол. Если на улице влажная погода, то есть можно даже открыть ворота. Но не стоит красить всю машину за один раз. Это может привести к тому, что у вас на машине соберется много опыла. Во-вторых, вы можете, у вас может, если вы лаком красите, да? Или акрилом чистым, он тоже сильно пылит. То может дело дойти до того, что вы просто не увидите свой автомобиль. Как вам вложить? Ну и, во-вторых, это... Вернее, во-первых, это опасно для здоровья. Не важно, какой у вас хороший, нехороший. Распиратор, все равно. Да, и не смотрите, что на видео я иногда бывает крашу без распиратора, да? То есть, так делать нельзя. Легкие надо беречь, красить надо в респираторе. А обязательно. У меня много респираторов и 3М, и похожие на них, да? То есть, я ими пользуюсь. Единственное, что где-то что-то я там показать, я на время снимаю, чтобы сказать что-то на камеру. Потом я их одеваю. В Брест у нас стоит жара, конечно. Единственное спасение в гараже. На будущий год, наверное, дома поставлю тоже кондиционер. Это очень удобная вещь, если честно. Ну так, вот я недорассказал. То есть, можно. В гараже вариант есть, что вы покрасите не хуже, чем в камере, только это потребует намного больше времени. То есть, если машина украсит целиком, это получится в несколько этапов. То есть, ну я вот сначала крашу, да? Либо остов машины, то есть, без передних крыльев. Ну, если это Жигули, допустим, или Форд, где крылья не откручиваются, то есть, то с крыльями. Крашу без дверей, без капота, без крышки багажника. Потом отдельно крышку багажника, капот, двери. Ну, или двери четыре, потом крышку капот. И бампера. Уже крашу отдельно. То есть, это позволяет вам немножко избежать опыла. Но опыл сам по себе не страшен. То есть, это будет налет у вас на лаки, но все равно вам придется полировать. Вы отполируете, и опыл уберется. То есть, это не такая большая проблема. То есть, увлажняйте гараж, продувайте одежду. Ну, желательно вообще взять костюм, если вы решили полностью красить машину. Ну, как показало, дядя Олежа и без костюма красит, пыли нету. Но сейчас вот мне подарили костюм, и буду пользоваться костюмами. В костюме очень жарко, очень плаваешь в нем. Как бы костюм для похудания, мы так в негласных назвали. Но вы избегаете контакта тела, то есть, эти волоски, вся кожа, у вас не будет влаки. Лицо тоже надо прикрывать. Через кожу много попадает на... в тело, в кровь впитывается растворитель очень быстро. То есть, в перчатке тоже надо в перчатках работать. Ну, я вот часто крашу без перчаток, хотя Женя Житков мне прислал перчаточки. Я сейчас чаще пользуюсь перчаточками. Все, вот мыть детали, мыть пистолет, все это нужно делать в перчаточках, чтобы вашу кровь через кожу не впитывался растворитель. Иначе вы засадите себе печень. Это одно, да? То есть, нужно очень аккуратно с этими ядовитыми веществами всеми. Ну, как говорят, что когда дело привычки, да, как бы организм адаптируется. Не знаю, но все равно это плохо сказывается. Я просто рекомендую всем использовать все возможные средства защиты. Так же, как и очки при работе болгарки, и кожухи защитные. Да, с кожухом очень трудно подлезть, но где-то... Но по мере возможности надо его больше использовать. Это одно. Смотрите, всегда круги, чтобы у вас не были треснуты, не лопнуты, не расколоты. И очки. Ведь ничто не радует глаз, как второй глаз, правильно? Это одно. Ну, я что-то отхожу от темы. Ну, как бы я решил немножко по технике безопасности, потому что все-таки... Да, много примеров я показываю, которые нельзя показывать, то есть даже на камеру, да, без респиратора нельзя красить, без средств защиты работать, без маски сварочной. Ну, я работаю без сварочной маски, потому что, как бы, у меня опыт немножко побольше, да, и я не смотрю на швы. То есть зайцев я не ловлю уже, наверное, лет пять. Хотя даже очень часто ловил. Вернемся, вернемся к краскам, а именно алкидным и акриловым. Ну, алкидные краски, как я сказал, уже не полируются, работать с ними сложно, сохнут они при большой температуре, либо очень долго сохнут. Недавно вопрос такого мне прислали, я забыл добавить отвердитель, покрасил, что мне делать. Это очень плохо. Если вы забыли добавить отвердитель, и, говорят, краска не сохнет уже там три дня, она и не высохнет. Даже если она чуть-чуть прихватится, такая краска будет непрочной, будет царапаться, и неизвестно, что с ней будет. Не могу точно сказать, потому что я просто, если забывал, бывало такое, что забывал, да, поначалу добавлять отвердитель, я просто смывал эту краску. Смывается она легко, также растворителем до старой краски смываете, все это потом перемываете шкурочкой, где остатки, там, разводы, да, их сложно смыть. И снова перекрашиваете. То есть такой вариант лучше убрать. Никогда не добавляйте, допустим, вот у вас лак, да, и остался отвердитель от другого лака. Никогда не добавляйте. Несмотря на свой опыт, недавно дядя Олежа тоже добавил отвердитель от другого лака, и получилось, что у меня лак просто он не высох. То есть я его пытался там и затереть, ну, что только не пытался делать, короче, фигня полная получилась. Я его просто вот так вот шпателем снял, протер до старой краски растворить, ну, все, и перекрасил без всяких проблем. То есть такого не надо делать, просроченными тоже не надо элементами пользоваться. Все, я как-то отхожу от темы красок. Ну, как я и сказал, составы, алкидных красок разный с акриловыми, да? В большей степени сейчас используют акриловые краски, либо базу под лак. То есть акриловая краска есть под лак, то есть база под лак. То есть металлик и акриловые краски, это по сути одни и те же краски, то есть состав у них одинаковый. Единственное, что в металлике, в базу под лак добавляется либо металлик, либо кстералик, да, либо перламутр, и краска приобретает такой красивый оттенок с блесками. Чем отличается акрил простой, да, от металлика, допустим, или акрил под лак, база под лак, да? То есть акрил под лак, лак сам по себе имеет большую корочку, которая защитит от ультрафиолета на какое-то время, да, и от механических повреждений. В акриле, в обычном, присутствуют смолы, ну то есть есть лаки, да, то есть акрил блестит хорошо, полируется акрил точно так же, как и лак. Переход по акрилу точно так же делается, как переход по лаку, о переходах очень много уроков, но их еще будет много, потому что нюансов много, и люди просят там поподробнее про переходы сделать, да, урок, то есть это будет, скоро будут и морозный рисунок, там люди уже спрашивают, но немножко дядя Олежа тут надо разобраться. Много будет интересных покрасок, даже такие, которые дядя Олежа не делал, но дядя Олежа будет смотреть, какие есть интересные покраски, и показывать вам, то есть и как это лучше сделать. Буду показывать, что не получается, что получается, будем испытывать на прочность такие покрытия, то есть все это будет чуть позже. Ну, а мы вернемся к акрилу и металлику, да. Акрил так же хорошо полируется, как я и сказал, и на акрил не надо наносить еще слой лака, при желании, конечно, это можно сделать, но там есть свои нюансы. И есть база под лак, то есть она является так же акриловой, но при ее нанесении она сначала не блестит, вот вы даете 10 минут межслойную сушечку, да, ну там даже 15 надо давать, потом протираете липкой салфеточкой, наносите последующие слои, и когда краска у вас высыхает, она немножко матовая, после чего она покрывается уже двумя-тремя слоями лака, после чего это все, естественно, полируется, и выглядит все это очень красиво. Такая краска, конечно, прочнее, чем просто акрил. Акрил имеет свойство выгорать, да, а алкит, он выгорает раза в три быстрее, чем, допустим, акриловая краска, да, ну и, естественно, еще несколько раз, чем металлики. Металлики, они сами по себе имеют в своей структуре вот эти металлические... стружку, да, алюминиевую, которая сама по себе уже еще немножко отражает свет и не дает так сильно воздействовать солнечным лучам на свою структуру. И, то есть, уже краска не так выгорает. Это одно. Вообще, к чему я ввел, что-то я так ушел от этой темы. Короче, ребята, забудьте про алкидную краску. Уже мы давно проехали эту тему. Не надо пользоваться алкидными красками. Это некоторые проблемы возникают. Да, если у вас там старенькая машина, если вы потом не будете полировать, так, просто запылить, можно, конечно, воспользоваться, но использовать ее все время как бы не стоит. Особенно для полных покрасок, это полная шляпа. Какие краски есть более бюджетные? Я бы посоветовал, ну, не знаю, это лично мое мнение, краску Моби Хелл. Хелиус кто еще называет, да? Моби Хелл, она более неприхотливая краска. Много цветов в этой краске. Краска не самая плохая. То есть, если вам нужно недорого, но красиво сделать машину, это Моби Хелл. Много красок. Ну, как бы я говорю, вот такую самую распространенную, которую везде можно купить. Многие спрашивают про краску Вика. Вика неплохая фирма, то есть наша краска, да? Неплохая, тоже можно добиться и цвета хорошего, и покрытия хорошего, и отполировать тоже можно. Ничего тут стрёмного нет, что это наша краска. Запомните, не все наше плохое. Возьмите нашу оборонку, да? У нас все самое лучшее, у нас все самое крутое. Лучше российского военного производства нету. Этим надо гордиться. Гордиться нужно вообще миром. Дай Бог, чтобы все у нас наладилось со всеми вот этими нашими пока неурядицами, да? Очень хочется, чтобы скорее всего наладилось. Если честно, устал вот от этого всего. Я слежу за новостями. Ну, об этом не будет. Канал у нас не политический. Всем радости, всем добра, всем бабла. Ну, еще что хочется сказать. Не знаю. Думаю, вот у многих были эти вопросы. Думаю, немножко я развеял эти вопросы. Много, много накопившихся вопросов. Иногда я буду делать такие передачи, да? Скоро и прямые эфиры начну делать. Сейчас немножко деда лежат, а дед. Чтобы попасть на прямой эфир, нужно подписаться на канал и добавить меня в круги в Google+. Я добавлю вас в ответку, и вы можете участвовать в прямом эфире. Так что подписывайтесь на канал и на этот, и на Онбрест, и на конкурсный канал, да? И подписывайтесь в Google+. Также. Это одно. Что вообще я хотел сказать сегодня еще, да? То есть, такие уроки будут, вернее, это не уроки, такие разборы полетов по каким-то сомнительным вопросам будут. Пишите, какие вопросы сделать. Если вам понравилось это, вот сегодняшний разбор полетов, да? То есть, и вы хотите, чтобы такие уроки существовали, то есть, я могу их не делать, если вам это не нужно, но если вы хотите, чтобы они существовали, ставьте лайки под этим видео. Я увижу, если лайков насобирается более 2000, то, да, такие уроки будут существовать, даже не обязательно писать, что да, надо, просто поставьте лайк. Если у нас соберется более 2000 лайков, то я буду продолжать эту тему. И мы будем разбирать такие непонятные вопросы. Вы меня будете корректировать, какую тему вы хотите, какую тему затронуть поглубже, и также я буду объяснять без каких-то практических занятий. Ну, а я еще хотел поговорить, вот у нас закончился слет, да? Провели мы время очень здорово, и мастер-класс у нас был, и много экскурсий было, дни были загружены, на базе мы почти только ночевали, все нам понравилось, немножко окунулись мы в Советский Союз, это можно было сравнить, и, как бы, условия проживания были, да, такие подсоветские времена, и вся вот эта организация, ну, организации нет, это надо сказать отдельное спасибо Максу, который все это организовал, да, очень понравилось на Царской Поляне, это вообще супер, всем понравилось, мы там отдыхали, много было еды, еду все не съели, увезли с собой, и мясо, и курица, и шашлыки, и всякие мясные там вещи, водки море, самогона море, все не выпили, короче, увезли с собой, здорово, здорово провели, дядя Олежа заодно, как бы, день рождения отметил, надарили дядю Олеже подарков, спасибо, и ребятам с рации, ваш подарок я получил, интересная задумка, интересная идея, не все магнитики, правда, прислали, но присылайте свои магнитики из разных городов, дядя Олежа будет делать стену подписчиков дома, то есть магнитики со всех городов, которые смотрят, дядя Олежа, да, я думаю, это будет интересно, будут города добавляться, квартира у меня маленькая, там точно вся стена не вместится, даже если на одну стену посветить это, ну, да ладно, что еще хотел сказать, да, провели время мы здорово, экскурсии нам понравились, понравилось отдельное спасибо Зинаиде Александровне, это наш экскурсовод, очень интересно, даже я, проехав по городу, да, я с ребятами один раз в автобусе там ездил, в какой-то из ней, очень понравилось мне, как она рассказывала про город, про крепость, очень много я узнал вещей, которых я сам не знал, живя в Бресте, да, Ну, и сама женщина тоже, конечно, очень приятная была, такое кое-что из жизни рассказала, отдельное спасибо Андрею, водителю, тоже очень хороший парень, то есть выполнял много наших просьб, то есть Андрюха надо свернуть в магазин, да, там пиво всякое, сапки воды, заехать, покушать, купить, тоже заезжали, молодец, Андрей, всем спасибо за организацию, всем спасибо участников, всем, ребята, привет пламенные, огромные, очень не хотелось расставаться, настолько мы привыкли к друг другу, вспоминаю вечера, когда мы сидели, то есть, ну, видео с вечеров, скорее всего, не будет, или будут, но они будут под спойлером, то есть будут иметь ограниченный доступ, только для своих, и, скорее всего, они будут на конкурсном канале, где я дам ссылочку, в описании, так что подписывайтесь на тот канал, и будут иметь доступ наиболее активные участники, или участники с канала «Он Брест» и «Олег Несен Брест», которые постоянно участвуют, потому что видео там содержит ненормативный характер, то есть анекдоты рассказывали, с матами, да, Миша там вообще отжигал, Давыдов, там лекция про голубых будет, да там много чего, Миша там минут на 40, на час может, короче, всю карточку забили, они Миша, и Миша там сжег в этот день, ну, и дядя Олежа там рассказывал анекдоты, не как на камеру, а так как они есть, не выкидывая слов из анекдотов, даже, ребята, вот кто на слете был, вы говорите, что надо было записать, как этот охранник подошел, сейчас милицию вас забыл приять, это осталось на камере, то есть это мы тоже вставим, ну, мы там очень громко рассказывали анекдоты, анекдоты были сматыны, и вот охранник подошел, говорит, сейчас милиция приедет, там разгоняй, там устроил, ну, это не испортило настроение, шашлыки мы там через день делали, очень все было здорово, конкурсы также я выложу, там конкурсы были, да, народу у нас было немного, но и тем, тем и хорошо, то есть мы быстро передвигались, мы быстро собирались, мы хорошо вечером на посиделочках, да, все уместились, всем было весело, все поговорили, все с друг другом пообщались, перефотографировались, и даже решили на следующий год, что если будем делать слет, то слет будет очень ограниченный, а это будет 40 человек, не больше, потому что больше это уже, ну, это уже будет небольшая такая шумная компания, короче, 40 человек, это будет ограниченный, по цене, что сказать по цене, ну, вот от 180 до 240 долларов, ой, евро, мы потратили на человека, да, то есть дядя Олежа, также вносил все, там, если тут у меня тролль, да, который говорит, дядя Олежа, там, компания все платила, нет, дядя Олежа, тоже потратил сумму, ту же, что и все, и, как сказать, я скажу, что, да, сумма, это невелика, там есть высказывание, потом покажу, Михаила Давыдова, который сказал, что деньги не могу потратить, разменял, а, 5000 рублей он разменял, и, короче, ему хватило на весь период, там, и на пиво, и на еду, и на всякие, там, безделушки, фигушки, ну, эти, памятные, да, призы, короче, денег хватило, и отдохнули мы здорово, и такая программа, то есть, это совсем недорого, нигде за границей, за такие деньги не отдохнешь, тем более, такой компании, компания была очень душевная, очень все сдружились, я говорю, провожал каждого с комком в горле, детки мои тоже скучают, говорят, где тот, где тот, с Катей, они там сдружились тоже, да, со всеми, Юля с ними играла потом, все, и Маша, очень, девчонки, всем привет, пацаны, всем тоже привет, короче, очень здорово все было, видео будет, буду выкладывать по слету, да, такие небольшие пока фрагменты я выложил, но видео очень много, порядка 100 гигабайт, то есть, это мне надо разобраться, покопать, все красиво скомпоновать, и отделить, то есть, то, что будет на этом канале, и то, что будет под скрытой ссылкой, скрытой ссылкой, наверное, там самое интересное, ну да ладно, что еще хотел сказать, да, писем очень много, с поздравлениями, да, пришло, в одноклассниках я до сих пор не могу всех поблагодарить, потому что более 2000 пришло, хотя подписчиков там, вернее, друзей там 1200, очень много пришло, и не могу ответить, потому что мне 100 ответов делаю, мне делают паузу, то есть, вы слишком много отправляете, на одноклассниках, то же самое, ой, на ВКонтакте, то же самое, ВКонтакте встали раком просто, там где-то, почти 3000 поздравлений, то есть, каждому пытаюсь ответить, но, как бы, я бы промахнул это все, да, всем я благодарен, но они остаются в последних неотвеченных, мне очень неудобно слить, когда у меня есть неотвеченные, письма, и среди этих поздравлений, есть вопросы, хотя я просил людям не писать вопросы, с 5 по 10, да, но сейчас буду потихонечку, потихонечку буду отвечать, я думаю, с этой темой разберусь, кому ответ не пришел, прошу, прошу понять и прости, скоро напишу, то есть, буду дальше так же отвечать, с Ютубом почти разобрался, почти уже всем ответил, но буду потихонечку тоже отвечать на накопившиеся вопросы, так что, ВКонтакте у меня что-то пока глючит, наверное, пока я не развяжусь с этими вопросами, то есть, ответы последуют, ну, кому не ответил, извините, пишите по новой ответ, то пытаюсь, попытаюсь так сказать, в общем, на этом, наверное, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, то есть, на все каналы, да, лайки ставим, если вам понравилась эта передача, а именно, ну, не последняя часть, а именно разбор полетов по каким-то спорным вопросам, да, которые могут возникнуть, пишите в комментариях, если что-то вам кажется, что я сказал не так, или не точно, добавляйте свое, да, обсуждайте эту тему, просьба писать адекватно, неадекватов я сразу удаляю, их не так много, но они есть, я их удаляю, то есть, неадекватные коменты не будут никогда на моем канале, и никогда друг друга никто не будет засеркать, потому что таких людей я удаляю, как известно, у тролля уже у нас удалили один канал, то есть, остался у него вот этот лангольер канал, и он второй канал создал свой, и снова рассылает рассылки, но это ненадолго, скоро мы уберем и второй его канал, лангольеры не хочу как бы убирать канал, как бы это все-таки человек работал, пусть будет, но как бы это один и тот же человек, ну ладно, не суть важна, сейчас он в отпуске, пока что-то не пишет, как он писал, что с отпуска приеду, я вам прославлю, но снимаю, ну посмотрим, ну ладно, это больной человек, не будем его трогать, ставьте лайки, задавайте вопросы, которые вы хотите услышать по разбору полетов, ну а за мной подготовка к следующим видео урокам, сейчас Игорь ждет, просто там ему стены надо сверлить, я говорю, подожди, перфора там работает, задавайте вопросы, какие вы хотели бы темы разобрать, то есть, у нас как получится, я разбираю тему, я что-то рассказываю, а вы в комментах уже добавляете, что-то не то, что-то свое, что-то свои наблюдения, да, и общими усилиями мы разберем эту тему, ну а на сегодня я с вами прощаюсь, ну а на сегодня вот так, коротенько и закончим, ждите, скоро будут новые передачи, ставьте лайк, для поднятия бодрого и хорошего настроения, дядя Олежа, лайк поставите, дядя Олежа будет добрый, веселый, и куча передач придумает, кучу, ну а на пасашок, как всегда, анекдот, запись в дневнике ребенка, первая, от учительницы, ваш ребенок сегодня на русском языке ругался матом на букву Х, на следующий день ответка, в том же дневнике, меры приняты, П навешали, ха-ха-ха, такая, ребят, ну а на сим закончим нынешнее повествование, скоро снова начнутся передачи, новые уроки, так что ждем, скоро, наверное, тоже объявим какой-нибудь конкурс, ну, тему, как все знают, тема у нас одна, кто что изобрел в гараже, да, кто для своего труда что-то облегчил, ну, такие темы, это должен быть видео, это должен быть не фотоотчет, и перед началом видео, как всегда, специально для канала Олег Нестеров Брест, видео для конкурса, так, что еще хотел сказать, ну, на этом вроде и все, не забываем ставить лайки, подписываемся на канал, кто не подписался, у нас очень интересно, подписываемся на зелую рацию на канал Олег Нестеров Брест, там уже больше 18 тысяч человек, давно не заглядывал, ну, и хотелось бы пожелать всем здоровья, крепкого, сибирского настроения, бодрого солнышка, светлого, яркого, но не горячего, чтобы не было сильно жарко, друзей побольше, врагов поменьше, мира, мирного неба, да, над головой, и вообще мира между собой, по взаимопониманию, ну, ну, конечно же, добра и бабла, правильно, поделиться. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...